Каждое событие в нашей жизни, каждый тренд, микротренд, который происходит, который совершается, он имеет определенные последствия. Люди, которые больше смотрят на последствия второго порядка, они получают более высокую доходность, потому что там, где большое количество людей, там, где находится толпа, то там доходность уходит достаточно быстро. Через 5-10 лет у нас абсолютное большинство автомобилей будет на автопилоте, и это убьет профессию водителя. Друзья, всем привет! На связи Максим Петров и проект MaxCapital. Мы продолжаем серию наших видео. Сегодня мы будем говорить о том, что такое инфляция, и мы рассмотрим инфляцию. Уже много про это, на самом деле, нами было сказано, но хотелось бы рассмотреть в настоящий момент инфляцию с позиции последствий первого и второго порядка. Но чтобы не оказаться в неком таком вакууме, давайте определимся, что же это за последствия такие. Вообще о последствиях первого и второго порядка можно почитать в книге Рея Далио «Принципы», в которых он как раз-таки излагает, в чем суть этих последствий. Что каждое событие в нашей жизни, каждый тренд, микротренд, который происходит, который совершается, он имеет определенные последствия. При этом, если последствия первого порядка, они лежат на поверхности, это очевидно, это видно всем, то последствия третьего порядка рассмотреть достаточно сложно. Как это реализуется с позиции инвестирования, с позиции того, как может использовать эти знания инвестор. Последствия, так как последствия первого порядка лежат на поверхности, то абсолютное большинство людей, наверное, порядка 80% осуществляют свои инвестиции на основе как раз-таки последствий первого порядка, которые лежат на поверхности. Лишь немногие заглядывают чуть-чуть дальше, смотрят на последствия второго порядка, пытаются их предугадать. И, соответственно, количество людей, которые инвестируют именно в эти последствия, оно небольшое. И получается, что люди, которые больше смотрят на последствия второго порядка, они получают более высокую доходность, потому что, ну, это, скажем так, закон жизни. Там, где большое количество людей, там, где находится толпа, то там доходность уходит достаточно быстро. И самые успешные инвесторы, наверное, там 1%, даже менее 1%, пытаются заглянуть еще дальше, а что же может привести, то есть, что же может быть последствиями третьего порядка. И так как глубоко так никто не копает, не смотрит, не анализирует, то людей мало, и основные бриллианты как раз-таки находятся именно там. Чтобы было более понятно, да, каким образом это работает, давайте я приведу пример, который сейчас является хайпом. То есть, нужно просто посмотреть вещи, в которых очень много людей, да, то есть, какие-то новые прорывные технологии, в которых люди делают ставку и хотят непосредственно на этом заработать. Допустим, технологии автопилотов, да, то есть, технологии автоматического управления автомобилем, то есть, мы понимаем, что машины будут беспилотными. И, соответственно, это событие, если оно будет реализовываться, оно реализовывается, оно будет иметь как раз-таки последствия первого, второго, третьего порядка. Последствия первого порядка, которые лежат на поверхности, которые всем очевидны, куда идут основные потоки инвестиций, куда идет частный капитал, это, во-первых, производители автомобилей, которые будут работать на автопилоте. Второе, если мы говорим, что это будут автомобили беспилотными, то будет технология, обеспечивающая эту беспилотность. Соответственно, нужно инвестировать именно в компании, которые эти технологии разрабатывают, и это тоже лежит на поверхности, это последствия первого порядка. Третье, так как большинство этих концепций все-таки используют электрокары, электромобили, то здесь возникают последствия первого порядка, заключающиеся в том, что нужно инвестировать в аккумуляторы, нужно инвестировать в заправочные станции, которые эти аккумуляторы будут менять. То есть это то, что лежит на поверхности. И мы, соответственно, видим в настоящий момент, какой в этом направлении хайп, какое количество людей инвестирует, то цены на акции таких компаний, они уже находятся наверху. Ну, то есть они стоят дорого, то есть они еще не генерируют прибыли, но они уже стоят дорого, потому что все считают, что это технология будущего. Теперь давайте поговорим о последствиях второго порядка. Окей, если у нас водятся беспилотные автомобили, то в этом случае последствием второго порядка является то, что через 5-10 лет у нас абсолютное большинство автомобилей будет на автопилоте, и это убьет профессию водителя. Убийство профессии водителя тоже будут какие-то последствиями. О чем это говорит? Это говорит о том, что будет большая армия людей, потому что в автоперевозках задействовано большое количество людей, которые в этом непосредственно участвуют. И поэтому тогда возникает вопрос, что с этими людьми надо будет что-то делать. Что с этими людьми? Их нужно будет переобучать, им нужно будет давать образование. И в этом случае нужно понимать, что тогда будут реализовываться какие-то определенные государственные программы по переобучению, по быстрому переобучению. То есть это не учиться там 3, 5, 10 лет, чтобы получить какой-то навык, а это быстрая адаптация большого количества людей, которые остались без работы, к новым реалиям, которые будут требоваться к тому промежутку времени, в короткий промежуток времени. Желательно дистанционно. Почему дистанционно? Потому что количество людей очень большое. И тогда мы смотрим сферу онлайн образования, какие у нас присутствуют сервисы, какие у них есть курсы, насколько широкий объем этих курсов, кто из этих компаний является публичным, кто оказывает инфраструктуру по этому образованию, которое позволяет переподготовить такое количество людей. Еще одно следствие второго порядка является то, что нужно будет создавать инфраструктуру. Инфраструктуру, связанную с управлением этими автомобилями, это вопрос дорожных знаков, управления, высокоскоростная передача данных, потому что информация будет, соответственно, оцениваться. Это будут определенные чипы, это будут камеры высокого разрешения, это будет анализ лиц. Чтобы обеспечить максимальную безопасность этих транспортных средств, в этом случае мы тоже смотрим, что если это последствиями является второго порядка, то какие компании уже сейчас являются лидерами в этой отрасли. То есть, кто разработывает оптику, кто разрабатывает технологии управления и, в принципе, технологии беспилотных аппаратов, на чем они строятся, на чем они базируются, на какой архитектуре, конструкции, кто является разработчиком этих средств, потому что ими, соответственно, будут пользоваться. Соответственно, мы говорим о последствиях второго порядка, которые, опять-таки, они вроде бы очевидны, но нужно копнуть чуть-чуть побольше. Если посмотреть на вопрос, сколько стоят компании, которые выиграют от реализации последствий второго порядка, то у них не такие цены, как у компаний, которые выиграют от последствий первого порядка. И давайте перейдем к последствиям третьего порядка. Здесь нужно понимать, что если копнуть немного глубже, то в настоящий момент более 90% органов для трансплантации появляются в результате аварий, которые происходят на автодорогах. Это взрослые люди, да, это здоровое тело, не пораженное никакими болезнями. И здесь, получается, когда идет трансплантация, то источником вот этих вот донорских органов являются погибшие в результате таких дорожно-транспортных происшествий. Если мы понимаем, что вводится автопилот, что количество смертей очень резко сократится, потому что все машины будут ездить по правилам, будет обрабатываться большой объем данных на очень высоких скоростях. Соответственно, количество людей, количество смертей, которые происходят на этой дороге, очень резко схлопнется, очень резко сократится. И в этом случае мы понимаем, что как бы там корректно или некорректно об этом можно говорить, но рынок органов для трансплантации очень сильно потеряет предложение. При этом мы понимаем, что количество лет, которые сейчас живут люди, продолжительность жизни у нас непосредственно растет, в том числе за счет того, что у нас хорошо развита медицина, которая позволяет заменить один орган другим. И здесь у нас возникает вопрос, а этого не станет. То есть 90% предложения просто пропадет. И кто будет бенефициарами, кто будет выгодоприобретателями. И тут, соответственно, нужно идти в технологии биохакинга, идти в технологии выращивания определенных органов, которые в принципе уже есть. Сейчас это в зачаточном состоянии, но, соответственно, они получат очень мощный импульс к развитию. И те, кто имеет какие-то технологии, очень близкие к реализации, к тому, чтобы удовлетворить это выпавшее предложение, они также будут являться большими бенефициарами. То есть в качестве примера здесь можно рассмотреть, допустим, компания Бьет МИД, которая сейчас на самом деле растет за счет того, что она делает мясо, условно, из белка растительного, выращивает и в рамках своей технологии. В этом случае переориентироваться есть, то есть есть состав людей, которые, есть научные разработки, есть эксперименты, которые непосредственно проводятся. И в принципе, если смотреть на три порядка вперед, можно или искать точки роста в этом направлении, то есть смотреть, кто из публичных компаний занимается разработкой подобных технологий, или инвестировать в те, которые уже это непосредственно осуществляют. И опять мы возвращаемся к тому, с чего начали. Если мы говорим о последствиях первого порядка, там очень много людей, там очень высокие цены, там компания еще не зарабатывает никакой прибыли, просто все считают, что это будет расти. Прибыли значительной в этом случае там нету, да, то есть там наоборот сконцентрирована очень высокая доля риска, потому что большое количество людей, которые на это ставят. Если говорить о последствиях второго порядка, количество людей гораздо меньше, потенциальная прибыль гораздо больше, и в этом случае, если фокус внимания идет на последствиях второго порядка, то в долгосрочном периоде инвестор заработает больше. Если мы говорим о последствиях третьего порядка, мы должны понимать, что здесь вообще находятся исключительно единицы, и здесь, наверное, сконцентрирована наибольшая прибыль, опять-таки, для долгосрочного инвестора, не для спекулянтов. Это, соответственно, про последствия, да, чтобы мы говорили на едином языке, и сейчас очень хайповая тема, связанная с инфляцией, она таковой является по одной простой причине, что у нас все мировые центральные банки предоставляют большие объемы ликвидности, печатают деньги, ничем не обеспеченные деньги, и, соответственно, инфляцией быть, вопрос, а какие же у нас в этом случае будут последствия первого, второго и третьего порядка по инфляции. Максим, скажите, пожалуйста, если я всегда понимаю, что последствия первого, второго и третьего порядка, то мои инвестиции всегда будут прибыли, верно? Хороший вопрос. Я бы не упрощал настолько принятие данных вещей, потому что, опять же, ну, условно возьмем то, про что я рассказал в предыдущий раз, да, последствия второго порядка, то есть определенной технологии. Мы не понимаем, какая технология будет лидирующей. То есть одна технология беспилотных автомобилей предполагает обработку большого количества данных внешних, и, соответственно, принятие искусственным интеллектом оперативного решения о движении автомобиля. А если мы говорим, допустим, о китайской технологии, там, в принципе, меняется дорожная сеть, то есть это вот как есть такие детские игрушки, да, то есть трек, по треку идет электричество, и ты управляешь машинкой. Ну, условно, ты можешь управлять машинкой дистанционно ехать куда хочешь, или ты можешь управлять машинкой, которая ездит по треку с определенной скоростью, просто увеличивая или уменьшая ее скорость, и она из этого выходить не может. Ну, то есть это абсолютно разная философия, и в итоге мы не знаем, какая из них победит. Если выбирать или то, или то, можно ошибиться, если выбирать и то, и другое, то, в принципе, можно выиграть. Я к тому, что не все технологии в итоге станут выгодными, монетарными, займут определенную долю рынка, но, тем не менее, не смотреть туда. То есть в чем здесь преимущество заключается? В том, что из-за того, что прибыль, которая есть в инвестициях в объекты впоследствии второго-третьего порядка, прибыль, которая может появиться, она очень высокая, потому что здесь нет большого количества людей. С другой стороны, и риски высоки, потому что определенная технология просто элементарно может не реализоваться, и можно полностью потерять свои денежные средства, но это, по сути, венчур получается. То есть у тебя, с одной стороны, широкая диверсификация, с другой стороны, потенциальная прибыль настолько велика, что она перекроет убытки от ошибочных инвестиций. Именно это тоже одна из причин, по которой можно говорить о том, что это может выстрелить, а может не выстрелить, но при этом долгосрочные риски минимизируются за счет того, что если даже какая-то выстрелит, там очень мало людей. Когда это раскроется, это будут совершенно другие суммы прибыли, которые позволят и доход получить, и компенсировать убыток от невыгодных вложений, от тех технологий, которые в итоге не выстрелят. И чем более глубоко ты мыслишь, рассуждаешь, изучаешь, тем больше у тебя получается. С одной стороны, ты можешь позволить себе рисковать, вкладываться в различные объекты посредством третьего порядка. С другой стороны, прибыль, которая там образуется, она тебе будет настолько большой, что позволяет минимизировать эти риски. Итак, друзья, если вы понимаете этот инструмент, если вы понимаете, каким образом он работает, я постарался ответить, почему, с одной стороны, он рискованный, и он, с одной стороны, не всегда, то есть конкретно взятые инструменты не всегда будут давать высокую доходность, какие-то будут непосредственно давать убытки, и убытки в ноль, то есть на этом можно не заработать. Но чем глубже вы смотрите в любой процесс, чем глубже вы пытаетесь предположить гипотезу, выдвинуть гипотезу о последствиях второго-третьего порядка, тем более эффективным вы становитесь инвестором, и это предполагает, во-первых, достаточно длинный горизонт инвестирования, что обязательно для успешных долгосрочных инвестиций. Это предполагает то, что лишь одна инвестиция, в которую вы попадете в долгосройке, может окупить все ваши потенциальные убытки и обеспечить итоговую доходность гораздо выше рыночной. И залог любых успешных инвесторов как раз-таки заключается в возможном просчете, то есть это целоаналитические департаменты, это обработка информации, это получение каких-то присутствий на конференциях инноваторов, то есть какие технологии непосредственно появляются, с тем, чтобы именно просчитать вот эти последствия третьего порядка, и тогда в этом случае можно констатировать, что инвестиции будут, с одной стороны, более спокойные, с другой стороны, они будут высокодоходные, и с третьей стороны, вы спокойно будете относиться к возможным убыткам, которые могут произойти в случае, если не реализуется какой-либо из последствий даже второго порядка. Но вы в любом случае будете на 80% лучше толпы, то есть вы все равно будете находиться там, где нет народа, и это тоже один из залог успехов, успешного инвестирования, покупать то, и что еще не находится на хайпе, то есть оно не является повсеместно, оно не является еще, люди не считают это, что это будет создавать какую-то долгосрочную ценность, а вы там уже находитесь, потому что чем больше появляется толпа, тем выше растут цены, тем меньше прибыль, которую можно заработать. У меня сегодня на этом все, на связи был Максим Петров, если понравилось видео, то подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, наиболее ценные, интересные комментарии станут основой для записи новых видео.